Всем привет! Это BestWatch. И сегодня у нас в гостях часовой эксперт с YouTube-канала про часы Виктор. И представит он сегодня часовую коллекцию дайверских часов с характерным зеленым циферблатом. Сейчас очень популярным. Добрый день, Виктор! Да, приветствую! Спасибо, что пригласили. Впереди лето и самое время задуматься и подобрать себе отличные дайверские часы. И часы должны быть яркие и интересные. Зеленый цвет сейчас один из самых актуальных. Как мы знаем, каждая культура преподносит свое значение цвету. Но чаще всего можно услышать, что зеленый это цвет активности, жизнелюбия, защиты и материального благополучия. В свое время в классические сдержанные оттенки циферблатов врывается радикальный, взрывной, но в то же время уникальный зеленый. В 2010 году вышла модель Submariner, у которой помимо безеля в зеленом цвете был оформлен еще и циферблат. Благодаря массивному корпусу и яркому циферблату модель в народе получила прозвище Hulk. Поэтому основоположником традиции использовать зеленый цвет в дайверских часах можно по праву считать компанию Rolex. Сейчас же мужские дайверские часы представлены в огромном разнообразии, а зеленый цвет набирает все большую популярность. Давайте посмотрим на самые интересные новинки и начнем, пожалуй, с марки Citizen из культовой коллекции ProMaster. В этих часах массивный круглый корпус выполнен из нержавеющей стали. И в таком массивном корпусе часы действительно кажутся абсолютно профессиональными. Интересно, что это единственные немеханические часы в нашей сегодняшней подборке. Это кварцевый механизм, но тоже непростой. Механизм с системой EcoDrive, который получает питание от любого источника света. Аккумулятор в таких часах живет довольно долго и первая замена ему может понадобиться не ранее, чем через 10 лет. Запас хода при полной зарядке 180 дней. Этого вполне хватит, чтобы провести отличный отпуск. Это классический трехстрелочник, а в позиции 4 часа мы видим окошко даты. В часах установлено прочное минеральное стекло, которое устойчиво к мелким механическим повреждениям, еще и защищено безелем, который выступает над стеклом. Здесь действительно крупные накладные метки и фирменный яркий люм голубого оттенка. И, конечно, зеленый циферблат, благодаря которому часы выглядят свежо и создают настрой на активную деятельность. Модель выполнена на черном резиновом ремешке шириной 20 миллиметров. Застежка классическая, стандартная, но вот что интересно, на браслете есть таблица декомпрессии, и это действительно встречается довольно редко. Заводная головка довольно крупная и смещена в позицию 4 часа. Соответственно, не будет натирать вам запястье. Водозащита часов 200 метров, и что важно, часы действительно сертифицированы для занятия дайвингом по стандарту ISO 6425. И следующие яркие часы от марки Булова. Несмотря на то, что Булова один из самых известных американских часовых брендов, и их история начинается аж с 1875 года, на нашем рынке популярность обретает относительно недавно. Сегодня хочу представить вам механическую модель океанографир с зеленым циферблатом, или даже цвета бирюзы, здесь циферблат действительно напоминает морскую волну. Эта модель является обновленной версией Devil Diver, которая была выпущена в 70-х годах, и тогда пользовалась огромной популярностью. Концепт вдохновлен ретро-мотивами, и часы выполнены качественно и с уважением к оригиналу. В этих часах действительно классный браслет, обратите внимание, звенья полированные по краям, а в середине идет матовая поверхность. Застежка браслетная с кнопкой-фиксатором и защитной скобкой. Собственно, сам корпус и браслет выполнены из нержавеющей стали. Диаметр корпуса в этих часах 44 миллиметра, и обратите внимание, что форма корпуса слегка изогнута, и благодаря этому часы легко и удобно садятся даже на небольшое запястье. А вот самая интересная часть океанографа — это циферблат. Первое, что бросается в глаза на именование бренда Булова в позиции 12 часов, нанесено действительно необычно для бренда. Буквы словно соединены волной. Ну и, конечно, надписи. Автоматик, сноркл и отметка 666 футов, благодаря которой часы и получили свое прозвище Devil Diver. Ну а 666 футов — это наши 200 метров. В этих часах действительно классный продуманный циферблат. Необычные индексы выполнены из светопроводящего полимера, а апертура даты подчеркивается увеличительной линзой, которая приклеена изнутри. Все это действительно классно сочетается с выпуклым сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, что является хорошим преимуществом в данном ценовом диапазоне. Внутри у этих часов Miyota 821D. Это неудивительно, ведь компания Булова сегодня принадлежит японской корпорации Citizen. Калибр имеет и автоподзавод, и возможность ручного завода, а запас хода составляет 42 часа. Разумеется, Devil Diver можно использовать по прямому назначению, а именно в погружении до 200 метров. Часы имеют соответствующую маркировку на задней крышке, что означает, что они соответствуют дайверскому стандарту ISO 6425. Стоимость этих часов на апрель 2021 года составляет 55 тысяч рублей. Булова Океанографер действительно надежные, качественные и, что немаловажно, очень яркие часы. На них действительно стоит обратить внимание. Ну а мы переходим дальше, и следующие на очереди часы от бренда Ariane. Эта модель выполнена на тканевом ремешке типа NATO и имеет очень необычный цвет корпуса с имитацией бронзы. Это нержавеющая сталь с IP-покрытием. В этой модели очень яркий однонаправленный бесель, крупные индексы и стрелки. А в позиции 4 часа отображение даты. Циферблат закрывает надежное сапфировое стекло. Заводная головка завинчивается и смещена от центра. На руке эта модель смотрится очень ярко. Ну и Orient – та марка, которой мы доверяем уже долгие годы. Следующие часы, которых хотелось бы упомянуть в этом обзоре – от марки Spinnaker. Это относительно новый бренд, но сейчас действительно активно набирает популярность. И что сразу бросается в глаза, корпус и браслет этих часов выполнены из титана. При этом это отличный дайвер с характерным ярким зеленым циферблатом. Титан делает часы более легкими и они комфортно будут сидеть на руке. Безель здесь на 120 кликов вращается в одном направлении, а на циферблате мы видим надписи. Автоматик, 666 футов, 200 метров, титан. Часы небольшие и подойдут практически на любое запястье. Их диаметр всего 42 миллиметра. За движение здесь отвечает надежный механизм Seiko NH35. Механизм с автоподзаводом и запасом хода 41 час. Но вот что мне больше всего понравилось в этих часах, это циферблат. Посмотрите, насколько он здесь яркий и позитивный. А закрывает циферблат сапфировое стекло. Если мы говорим о надежных часах с хорошим механизмом, то как можно пропустить Seiko? Хочу представить вам модель с зеленым циферблатом на автоматическом калибре и с водонепроницаемостью 200 метров. Мне действительно нравится этот циферблат. Он фактурный, с оттенком хаки и вместе с черным безелем делает эти часы весьма универсальными. Это не только дайвер, но и отличный повседневный вариант. Подчеркивается это еще и наличием двойного календаря с датой и днем недели. Если носить часы регулярно, это действительно очень полезная функция. Да и в отпуске поможет не потеряться в днях. Весьма крупные накладные индексы и стрелки с люмом будут отлично светиться в темноте. Кстати, в конце видео мы сравним свечение всех представленных моделей. Сапфировое стекло с линзой на дате, водозащита 200 метров, автоматический калибр 4R36 и классный стальной корпус. Отдельное внимание хочется обратить на швейцарские дайверские часы. Это модель Swiss Military by Chrono, ограниченная серия Diver Limited Edition. И эти часы имеют самую высокую из всех представленных сегодня водозащиту 500 метров, а также оснащены гелевым клапаном. Надежный корпус этих часов выполнен из нержавеющей стали, имеет диаметр 44 миллиметра, а толщину 14 миллиметров. Довольно массивные, но в то же время дайверские часы, благодаря классическому характерному дизайну, выглядят весьма эстетично. Дизайн этой модели можно назвать минималистичным и сдержанным. Нет ничего лишнего. Центральная часовая, минутная, секундные стрелки, апертура даты в позиции 3 часа. Разумеется, все изделия фабрики имеют маркировку Swiss Made. Символ качества, достигнутый за многие годы совершенствования традиций швейцарского часового мастерства. В этих часах действительно яркая читаемость, благодаря крупным меткам и стрелкам. Довольно яркий люм, но на люм всех часов мы посмотрим немножко позже. А главный акцент сегодня это зеленый цвет. И в данном случае хочется провести такую прямую ассоциацию с защитой, ведь не зря этот цвет является частью военного бундирования. А мы знаем, как Швейцария гордится своей армией. И именно в этих часах используются оттенки зеленого, чтобы подчеркнуть их военный стиль, придать ощущение порядка и строгости. Мне кажется, что именно этим Swiss Military by Chrono хотели донести идею надежности нового бренда и выбрали самое подходящее название и дизайн. В этих часах не только циферблат, но и безель покрашен в зеленый цвет. И он, кстати, выполнен из керамики и, соответственно, будет устойчив к царапинам и разным видам химического воздействия. А закрывает циферблат, устойчивая к царапинам, сапфировое стекло. Я уже говорил, что эта модель лимитирована, выпущено всего 999 экземпляров и, что действительно необычно, порядковый номер часов указан на заводной головке. Действительно, очень редко встречается в дайверских часах, да еще и с такой высокой водозащитой прозрачная задняя крышка. Но, думаю, здесь действительно хотели показать красоту калибра. Здесь установлен ETA 2824.2 и запас хода его составляет 40 часов. Помимо всего прочего, на часах классный литой браслет из нержавеющей стали и застежкой с дополнительной фиксацией. Стоимость этих часов на апрель 2021 года составляет 65 тысяч рублей. А приятным дополнением является то, что с апреля 2017 компания дает пятилетнюю гарантию на свои часы. Интересно, что цена на эти часы не повышалась с декабря 2020 года. Если учесть качество, цену и ограниченность серии, можно действительно утверждать, что это чемпион по соотношению цена-качество. А теперь давайте посмотрим, как светится люм во всех этих часах. Это действительно немаловажный показатель. Не только для дайвинга, но в принципе хочется, чтобы часы показывали время, в том числе и ночью. И сложно выбрать какую-то конкретную модель, сложно определить явного лидера. Мне кажется, что все представленные марки действительно довольно хорошо справляются с задачей отображения времени в темное время суток. Напишите в комментариях, какая из представленных моделей понравилась больше всего вам. А если формат топов и подборок вам интересен, напишите, о чем рассказать в следующий раз. Я зайду в магазин BestWatch и сделаем для вас интересное видео. Подписывайтесь и до новых встреч!